Приветствую, друзья! Сегодня будет большая и необычная модель, новинка от ICM, верт в 32 масштабе. Хз, что у меня из этого получится, ведь я больше по танкам, но тем интереснее. Пишите в комментариях, где и что я натупил, ну а я пойду собирать. Йоу, начну по инструкции, а там уже куда кривая американской мечты заведет. Есть такая большая деталь с номером АА-3. Это основание кабины пилота и стрелка. Да, в нашем вертолете два члена экипажа. Стрелок и пилот. Для вклейки сюда надо собрать кресло и другие детали. Пойдем сперва по сиденьям. Зачищу ножом излишки пластика после того, как деталь была извлечена из рамки с деталями. После зачистки вклеиваем детали. Применять буду сверхтекучий клей для пластиковых моделей от Tami с зеленой крышечкой. Сперва вклеиваю спинку сиденья. Ох, как же давно я не клеил кокпиты и вообще элементы кабины к моделям авиации. Затем клеим попную часть и еще боковые детали. Предположительно они с броней. Боковины имеют небольшие следы толкателей, две штучки изнутри. Срежу их деликатно лезвием жилет. Затем зашлифую тысячной шкуркой. Думаю этого будет достаточно для того, чтобы следы не было видно под слоем краски. Окей, два сиденья имеем. Можно их вклеить в основание. Но пока этого делать конечно же не буду, поскольку мне еще предстоит все это дело красить. А красить по отдельности все-таки удобнее. А во-вторых, сперва надо вклеить различные мелочи. Органы управления, ручку и прочее. Так, вся мелочевка из наборов вклеена на основание. Сиденья у нас тоже собраны, лежат отдельно. Сейчас остается склеить приборные панели. И дальше теоретически можно пробовать все это дело красить. Из доработок надо хотя бы привязные ремни сымитировать. В остальном тут допиливать особо наверное ничего и не буду. Но в любом случае не помешает глянуть фото реального вертолета. Благо один из зрителей скинул мне соответствующие материалы по этому верту. Кокпит пилота выглядит так. А сейчас склею и для стрелка. На этих приборках будут декали, которые мы приклеим сегодня, чуть позже. Так, ну и сейчас надо поработать немножко с половинками фюзеляжа. Вклею сюда две детали. Одна такая сеточная деталь будет под двигателем. Вот так выглядит после приклейки. И вторая деталька поменьше на лицевой стороне сверху спереди. Что еще можем сделать это приклеить заднюю часть хвоста. И тем самым сделать эту длинную модель еще более длинной. Хорошенько нанесу клея, чтобы прочно склеить эти детали. Но правда не настолько хорошо, чтобы клей залил пальцы, руки, клепку, модель. Короче, все, что надо и не надо. Пару мгновений подержим и можно отпускать сохнуть. Томмия склеивает довольно надежно. Стыкуемость по камесь, как видите, на высоком уровне. Такую же манипуляцию проведу и с второй половинкой корпуса вертолета. Также на этапе, пока не склеены половинки модели, по инструкции предлагается вклеить хвостовой винт. Что я и сделал. Да, теперь его будет гораздо сложнее покрасить. С другой стороны он будет крутиться. Чтобы не залить весь механизм, я применил густой клей. Для пластиковых моделей. Ну или как вариант можно использовать суперклей гель. Теперь можно и даже нужно собрать еще некоторые детали. А именно двигатель. Хотя нет, самого газотурбинного двигателя в наборе нету. Но есть некоторые навесное оборудование, детали ротора, которые будут видны. То есть можно будет открыть капоты, фюзеляжи вертолета и сделать видимыми эти детали. Посмотрим, может здесь что-то добавлю от себя. На круглую штуку, похожую на воздушный фильтр, грубовато сымитировал хомутик. И вот все собранные детали этой части интерьера модели. Такая штука, кажется, с вентилятором внутри. Площадка. Здесь я добавил буквально пару штрихов от себя с помощью проволоки и тянутого литника. И сверху на площадку будет ставиться часть ротора. Ну по крайней мере мне так кажется. Возможно эта деталь называется по-другому. А уже на нее сверху будет ставиться винт. И вот эту сторону, которую вы сейчас видите, я сделаю видимой. То есть скорее всего открою здесь капот. На левом борту вертолета. А на правом будет все закрыто. Наверное. Вернемся к кабине. Еще бы хотелось сделать здесь привязных ремней на эти сиденья. Да, это не фотоотравление. Не идеальная копийность. Но цель была сделать хотя бы какую-то имитацию тех самых ремней. Сделал их с модельного скотча, кусочков припоя и бумаги. В целом думаю неплохо. Ну и вот теперь думаю можно уже красить. Все детали приклеил к зубочисткам, ибо их не за что держать. В покраске буду применять тематический набор красок от ICM. Вот этот вертолет и некоторую другую химию. Покраска традиционно начинается с обезжиривания и грунтования модели. Загрунтовать решил в желтый грунтовочный цвет. Он контрастирует и с серым пластиком, и с базовым цветом модели. Применял грунтовку в Альеху. Затем красим в базовый цвет. Из набора нам предлагается серый Sky Grey. Но я решил разбавить его немножечко дополнительным синеватым цветом краски. Тем самым сделав не серый цвет, а серо-синий. Как мне кажется, такой оттенок немножко более реалистичный. Краски разбавлял дистиллированной водичкой. Красим элементы кабины и также части фюзеляжа, которые будут видимы после склейки всего этого дела. После укрытия деталей базовым цветом, решил замаскировать некоторые детали модельным скотчем. А именно, элементы управления вертолетом. И задую поверх этого из аэрографа. Так, мне кажется, будет более аккуратно, нежели если бы я красил это кисточкой. Итак, детали покрашены, в том числе половинки фюзеляжа и укрыты легким слоем глянцевого лака, чтобы защитить лакокрасочное покрытие и не повредить его случайно в дальнейшем процессе сборки модели. Спустя нормальное количество времени, много чего сделал. Приварил декали на приборные панели. Та, что поменьше приборка вышла более красиво, а та, что побольше, немножечко менее аккуратно. За счет того, что там довольно сложный рельеф имеется. Но поскольку эти приборки будут приклеены под таким углом, что особо там и не увидишь. Поэтому не страшно. Еще, само основание кабины, куда сейчас вклею приборы. Здесь, кроме черного цвета, нарисовал серебрянкой различные кнопочки и тумблеры. И немного красных кнопок. Не знаю, видно ли их на камеру. Должно быть. Сзади можно было сделать еще какую-то сумку с аптечкой. Возможно, еще некоторые доработки. По поводу аптечки, возможно, я ее потом все-таки слеплю как-нибудь. Ну и кресло. Также закончены и покрашены. Выглядят не космически, но, думаю, нормально. Также буду сейчас устанавливать их на свое место. И покажу, что у нас по движку. Ну, по крайней мере, по его видимой части. Эти детали уже вклеены в корпус. И вот как оно будет выглядеть. Довольно прикольно. Особых сложностей в сборке здесь не было. То, что у меня произошло дальше не на камеру, можно назвать как фаталити моделиста. Короче, минус пол баночки клея Томии. Пострадало практически все, кроме самой модели. Поэтому можно считать, что обошлось все легким испугом. Такс. Зато, наконец-то, я уже стыкую половинки фюзеляжа. Сделав некоторые примерки, я вырисовал план стыковки этих деталей. Во-первых, кромки этих переборок я немножечко срезал. Для того, чтобы верхняя часть вертолета стыковалась без щелей. Во-вторых, кабину можно будет всунуть уже после стыковки половинок фюзеляжа. Главное, не склеивать носовую часть вертолета. И сперва буду склеивать верхнюю часть модели и хвост. Ну а уже потом можно будет установить место пилота и стрелка. Ну и, конечно же, третье, я зачистил посадочные места от краски, для того, чтобы клей лучше прихватывал. Теперь можно склеивать половинки. Для этого, во-первых, применим модельный скотч и перебинтуем им всю модель, предварительно выставив ровно между собой детали. И вторая фишка – это сверхтекучий клей. Для этого он, собственно говоря, и был изобретен в первую очередь. Я просто буду проливать жидкий клей пустыком, а он сделает всю работу за меня. Контролировать и прижимать пальцами детали все еще понадобится здесь, но процесс будет гораздо более комфортным. Главное, не заливать слишком много клея и не проливать там, где сейчас установлен скотч. В местах под скотчем надо будет уже вторым слоем после высыхания пролить клеем. И вот итог сегодняшней работы. С одной стороны, собиралось все довольно просто, как для любителя моделей бронетехники. С другой стороны, больше сил и заморочек, наверное, ушло все-таки на процесс покраски. Как при работе с интерьерными моделями. Мне понравилось работать с этим вертолетом и нравится то, что получилось на сегодняшний день. Да, кое-где надо будет пройтись немножко шпатлевкой, куда же без этого. Но особых сложностей и проблем это не вызовет. Немного убрать ступеньку сверху под винтом, кое-где шлифануть наждачкой. Прикольно смотрится подкапотная начинка. И удачно, как мне кажется, был выбран, по крайней мере чисто эстетически, синеватый цвет кабины. Дальнейшая работа будет попроще. Это приклейка различных навесных деталей на фюзеляж, вооружение и прочего. Единственное, что может вызвать сложности, это, конечно же, остекление кабины. Но я думаю, и там тоже справимся. Окей, напишите, нравится ли вам эта модель. И хотели бы вы увидеть продолжение ее сборки. Через недельку, скажем, или все-таки начать собирать гусеницы для ИСа 3. Что ж, всем спасибо, удачи, пока! Субтитры сделал DimaTorzok